В Черкасах водитель, у которой насмерть сбил пешехода, покалечил троих пассажиров и разбил пять автомобилей, спустя две недели после жуткого ДТП так и не предъявили подозрения. За рулем машины была пенсионерка. Почему дело спущено на тормозах, выяснял Станислав Кухарчук. Сейчас о той жуткой аварии здесь напоминают лишь осколки битого автомобильного стекла, но тогда, две недели назад, все происходило словно в кино. Водитель серой иномарки за перекрестком таранит старенькую таврию. Намереваясь скрыться с места ДТП на скорости, на пешеходном переходе он насмерть сбивает женщину. Затем, не притормаживая через 150 метров, таранит подряд еще четыре автомобиля. Все произошло в 10 утра на глазах у сотен очевидцев. У нас была женщина перелетела через машину, еще на три метра и тянула. И это ехало на скорость больше 100 километров. За рулем находилась 74-летняя экс-проректор Черкасского национального университета Валентина Артюх. До этого была секретарем Уманского комитета Компартии, мэром города, замглавой облсовета, депутатом и даже начальником областного соцстраха. Свидетель ДТП говорит, что после аварии женщина пыталась скрыться, но ее задержала разъяренная толпа. Родственники погибшей женщины сначала активно искали свидетелей аварии, но спустя две недели наотрез отказались общаться с журналистами. Не нашли мы и троих военных, которых спасатели вырезали из разбитой лады. Век их в 2004-2009 лет. Надана допомога была в Тропунте. В одного вывих плеча, то, которое в Тропунте давалась допомога, в другом, это были забои мягких тканин. А вот Валентину Артюх сразу же отвезли в областную клинику, где дочь работает заведующей одним из отделений. У нее диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Через неделю заподозрили и инсульт. И хотя диагноз не подтвердился, врачи не разрешают с ней общаться из-за нестабильного психологического состояния. Пока виновница смертельного ДТП кочует по отделениям областной больницы от нейрохирургии до неврологии, следствие застопорилось. Прокуратуре уверяют, ее не могут ни допросить, ни предъявить подозрения. Симулирует Валентина Артюх или нет, должен установить судмедэксперт. Только после его отчета следователи смогут допросить бывшую чиновницу.